Храм святителя Луки в Димитровграде отметил престольное торжество. Подробнее о праздничной службе в сюжете наших коллег. В День памяти святителя и врача Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, епископ Меликеский и Чердоклинский Деодор совершил божественную литургию в храме-часовне во имя священноисповедника Луки, где ныне молитвенно отмечается престольное торжество. Поздравить духовенство и богомольцев прибыли глава города Димитровграда Алексей Михайлович Кашаев, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Пятого созыва Татьяна Вильевна Богатова. За литургией молились сотрудники Меликеского епархиального управления, участники православного молодежного движения, учащиеся воскресных школ, казачества, благотворители, верующие, пришедшие на престольный праздник. Песнопение исполнял хор храма Луки под управлением Николая Шутикова. Для духовного укрепления верующих на середину храма была изнесена икона с частицей мощей исповедника и врача Луки Крымского, небесного покровителя прихода, которая была передана в дар храму преосвященным епископом Деодором и хранится в Лукинском храме. После божественной литургии епископ Деодор обратился к собравшимся с проповедью. Дорогие отцы, дорогие братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с Днём Всех Святых. Нынешний воскресный день – это первое воскресенье после Святой Пятидесятницы, и издревле оно посвящается Дню Памяти всех святых от века, то есть всех, которые только есть, которых мы знаем с вами, о которых мы даже не подозреваем, которые, дорогие мои, составляют Церковь Небесную торжествующую. Вот сегодня мы с вами, земная церковь воинствующая, с любовью их всех вспоминаем, с любовью их всех чтим и прославляем, прославляем Бога Дивного во Святых Своих. Сегодня особо мы чтим с вами нашего дорогого и любимого святителя Луку Крымского. Он нам очень близок, он нам очень дорог, он близок нам и по духу, и по жизни. Он из нашего народа, он очень близок нам по времени. Он жил той же жизнью, фактически которой живем и мы с вами сейчас. Жизненный путь его был исполнен огромного количества испытаний, скорбей, болезней, мучений. Но он не отрекся от Христа, не усомнился в Святом Евангелии. Пресс-служба Великесской епархии. Пресс-служба Великесской епархии.